Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Багровые реки в Рязани заметили Красный ручей. Спортивная традиция. В фестивале ГТО приняли участие 35 тысяч рязанцев. Готов на 50% к купальному сезону, обещают закончить работы на Ореховом озере. В Рязанском ручье покраснела вода. Такое сообщение появилось в социальных сетях. Речь идет о ручье Быстрец, что в Кольном. Об этом сообщили местные жители. Эти фотографии были сделаны в начале дня 20 мая. Видно, что ручей красно-кровавой линии идет через зеленые лесопосадки. На сообщения в социальных сетях отреагировала Минприроды. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Министерства природопользования Рязанской области произведен осмотр участка местности акватории ручья Быстрец в районе улицы Верхняя города Рязани, в ходе которого зафиксированы признаки загрязнения данного участка местности водоема. Природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов контролирующих органов будет организована соответствующая проверка, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Впереди взятие проб, чтобы установить причину загрязнения. Напомним, в прошлом году ручей Быстрец тоже был в центре скандала. Тогда, кстати, тоже в середине мая, в ручей попали сточные воды, сообщали очевидцы. Цвет воды изменился на белый. Тогда специалисты также взяли пробы воды для анализа. На ремонт семи участков рязанских дорог выделили почти 400 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен выполнить ремонт на улицах Энгельса, Щерса, Пушкина, Татарской, Центральной, Дублер-Косточева и в пятом районе Борок. Работы планируют завершить до 31 октября этого года. В этом году исполняется ровно 10 лет с момента возрождения проведения комплекса ГТО «Готов к труду и обороне». Физкультурно-спортивный комплекс был утвержден еще в СССР как альтернатива Олимпийским играм. Как и тогда, сейчас обладателями значков ГТО также становятся люди разных возрастов и профессий. Наша съемочная группа побывала на фестивальной гонке, которая прошла в лесопарке. Встречи с чемпионами, экстрим-фристайл, интерактивные зоны и мастер-классы. Фестиваль ГТО – это не только спортивные нормативы, но и разноплановые мероприятия для всей семьи. Физкультурно-спортивный комплекс здесь сегодня сдают как в командах, так и индивидуально. Вообще, сам фестиваль стартовал еще месяц назад и собрал порядка 23 тысяч человек на более чем 100 мероприятиях. Заключительный этап назвали гонка ГТО и провести его решили в лесопарке. ГТО сдаю первый раз, ежедневно гуляем по лесопарку, увидела вот такие красивые локации, думаю, почему бы не попробовать. Заранее посмотрела все нормативы и такая, я смогу без проблем. Активный образ жизни, ну да, веду уже давно, занимаюсь, мне нравится. В этом вся жизнь, мне кажется, это так. Веду активный образ жизни, первый раз, да, вместе с мамой, мама предложила, поэтому мы решили на такую авантюру с ней именно прийти. Активный образ жизни веду, четыре раза в неделю стандартно спортзал, ну и велосипед это не исключение, поэтому катаемся чуть ли не каждый день. Среди участников были и те, кто попал на мероприятие случайно. Лесопарк – излюбленное место рязанцев, где в теплое время года отдыхают сотни горожан разных возрастов. Для тех, кто не готов был сдавать нормативы, тоже были интересные активности. Игровые зоны для детей, локации с настольным теннисом, шахматами, фотозоны, показательные выступления и соревнования по современным танцам и экстремальным видам спорта, а также творческие мастерские. Мы на роликах приехали кататься, мы не знали о фестивале, а получилось, что попали на него. Мы очень рады, что такое мероприятие проводится, это очень круто, что так много людей, которых сближает спорт. Мы во многом поучаствовали, мы останавливались, смотрели, участвовали, это потрясающий день. Параллельно с забегами для зрителей и гостей фестиваля прошли открытые тренировки по боксу, йоге, зумбе и пилатесу. А в центре под мостом лекторий 40-кратного паралимпийского чемпиона России по легкой атлетике и плаванию Сергея Бурлакова, который поделился своим видением нововведений в нормах ГТО. Чтобы там были включены ребята с ОВЗ, с ограничением возможностей по здоровью, чтобы были разноработаны нормативы сдачи ГТО для разной нозологии, и для слепых, и для опорно-двигательного аппарата. Правда, вот искренне бы хотелось, потому что это те же самые граждане, я себя беру, у меня нет значка ГТО, я искренне бы хотел получить значок ГТО. Фестиваль ГТО планировали заранее. В правительстве Рязанской области прорабатывали каждую деталь. По словам губернатора Павла Малкова, задумку удалось воплотить в жизнь целиком и полностью. На мой взгляд, получилось все здорово и ровно так, как мы хотели. Настоящий спортивный праздник. Здесь достаточно сказать, что цифры говорят сами за себя. Если за весь прошлый год у нас ГТО сдало по всей области 2-2 с небольшим тысяч человек, то сейчас вот только за время проведения фестиваля ГТО за месяц почти 35 тысяч человек. Самое главное, что мы привлекаем внимание к спорту, привлекаем внимание к здоровому образу жизни. И важно, что это не какая-то разовая акция. Мы обязательно сделаем теперь это мероприятие ежегодным. Будем только наращивать темпы, увеличивать объемы. И рассчитываем, что все, кто в этом году принимал участие, обязательно продолжат тренировки и будут принимать участие в следующем году. И присоединится еще большое количество людей, большое количество жителей нашей области. Главная идея фестиваля – привлечь рязанцев к активному образу жизни и занятию спортом. Причем речь идет о разных возрастных категориях, начиная с юного поколения и заканчивая пенсионерами. В завершении фестиваля губернатор области Павел Малков вручил рязанцам золотые знаки отличия. А победителям гонки ГТО – медали и кубки. Высокие результаты в нашем регионе при тестировании индивидуальных нормативов показали 20 человек. Спортивный праздник завершили концертной программой с участием региональных творческих коллективов и группы «Добро». Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Больше 55 миллионов рублей выделили региону на выплаты педагогам. Об этом сообщил портал РИА Новости. Деньги начислят за классное руководство учителям школ в небольших населенных пунктах, а также кураторам учебных групп в колледжах и техникумах. В том числе и те, где обучаются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона Павел Малков подчеркнул, что развитие образования является одним из приоритетов. В регионе уже идет ремонт школ и колледжей, строятся новые объекты. В этом году начинается масштабный проект по строительству одной из первых в стране школ лидерского уровня. Инициатива увеличить выплаты принадлежит президенту Владимиру Путину. Рязанцы получили ключи от 700 квартир в новостройках. Покупатели жилья перечислили застройщикам больше 2 миллиардов рублей. По статистике это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Охранятся деньги рязанцев на так называемых счетах эскроу. Если раньше проблема долевого строительства была, мягко скажем, велика, то с появлением счетов эскроу ее удалось решить. Деньги теперь вкладчики не сразу передают застройщику. Они поступают на этот самый счет эскроу, на котором их хранятся, пока дом не будет полностью сдан. В этом и смысл таких счетов. Они снижают риски и защищают средства сторон. Сейчас такой механизм финансирования обязателен для возведения всех новостроек. На 1 апреля для жителей Лизанской области было открыто 7 тысяч счетов эскроу в аккредитованных банках, на которых хранилось почти 17 миллиардов рублей. За год средняя сумма, которую покупатели размещали для приобретения жилья, выросла почти на четверть. 2,5 миллиона рублей по итогам первого квартала 2023 года до 3 миллионов рублей в 2024 году. На 1 апреля этого года в регионе строилось 106 домов с использованием счетов эскроу. 30 из них были заложены в первом квартале. Новостройки рассчитаны на 27 тысяч квартир, общей площадью больше 1 миллиона квадратных метров. При строительстве застройщики тоже активно используют заемные средства. Так, на начало апреля действовало 63 договора строительных фирм с банками на 40 миллиардов рублей. Сумма эта на 64% больше, чем в прошлом году. По традиции купальный сезон в области стартует 1 июня. Информацию об этом разместили на сайте городской администрации. В 2024 году обустроят 5 пляжей. Речь идет о Барковских карьерах, реке Старице и Ореховом озере. Напомним, последнее место отдыха закрывали на реконструкцию. В этом году на Орешке плавать уже будет можно. Подробности в нашем следующем сюжете. Лесопарк Ореховое озеро стали участниками нацпроекта по формированию комфортной городской среды. В результате любимый многими рязанцами пляж Орешек увеличился более чем в 20 раз. По программе реконструировали зоны отдыха, а также обновили песчаную насыпь. В прошлом году были выполнены работы по расширению пляжной зоны, установки раздевалок, малых архитектурных форм, закуплены лежаки для купального сезона, беседки, установлены деревянный настил из лиственницы. После разлива сейчас совместно с подрядчиком, с городскими службами дирекции благоустройства города пляж вводим в эксплуатацию, подготовительные работы ведем. Сбор иловых отложений, просушка деревянных настилов и ремонт малых архитектурных форм. Все работы выполнены уже более чем на 50%. По словам администрации, к купальному сезону, который в нашем регионе стартует 1 июня, Ореховое озеро подготовить успеют. Сейчас вводим в эксплуатацию пляж, берем пробы воды, будет установлена вышка, наличие спасателей на пляже, и все нормативы будут соблюдены. Для времяпрепровождения установлены как раз беседки, но шашлыки, конечно, это изведение огня у нас невозможно. В этом году городских пляжей будет 5 на Ореховом озере, на Барковских карьерах и на реке Старица. На каждом месте отдыха будет спасательный пост и медицинский пункт, санитарно-гигиеническое и пляжное оборудование. А в местах, где плавать нельзя, установят запрещающие таблички. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В воскресенье утром 19 мая в Рязанский Кремль принесли казанский образ Божьей Матери. Напомню, в остальное время он находится в Казанском соборе на Красной площади Москвы. Святыню встречали митрополит Рязанский и Михайловский Марк, губернатор Рязанской области Павел Молков, духовенство, миряне, в том числе представители различных ведомств. Казанский образ Божьей Матери – одна из старейших икон. Ее обрели в 1579 году, в год страшного пожара в Казани. Тогда, по преданиям, во сне к 9-летней Матроне явилась Богородица. Она и указала на место, где лежала ее икона. Образы, правда, нашли на пепелище. Считается, что икону спрятали еще во время гонений. А после обретения начались чудеса, связанные с исцелениями больных. Однако спасительницей земли русской икона стала только в 1612 году, в триуд смутного времени. Тогда перед этим образом совершались постоянные молебны князем Дмитрием Пожарским. Принесение образа казанской иконы Божьей Матери в наши рязанские пределы невозможно переоценить. Сегодня мы совершаем молебны о победе перед этой чудотворной иконой. Подобно тому, как наши предки, рязанцы, по благословению святителя Феодорита Рязанского, собрали ополчение, которое возглавил Прокопий Липонов, известный наш земляк. И с этой иконой вместе народ весь поднялся для того, чтобы принести мир, для того, чтобы вернуть Отечество нашему народу. Образ иконы представлен 4 ноября прошлого года, в праздник казанской иконы Божьей Матери и День народного единства. Патриарх Кирилл рассказал, что хоть образ был обретен раньше, но он никогда не был представлен людям. Икона находилась в патриарше Келье, потому что, цитата, «многое нужно было выяснить перед тем, как сказать, что это тот самый чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский». Принесение недавно обретенной московского списка казанской иконы Божьей Матери в епархии Русской Православной Церкви началось 6 мая в рамках Всероссийского молебна. В прошлом году его главной святыней был ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Тогда по всей стране этой святыней пришли поклониться больше 800 тысяч человек. В этом году крестный ход охватит больше 60 российских городов и завершится к 4 ноября 2024 года, дню чествования казанской иконы Божьей Матери. В Рязани святыня будет пребывать до вечера 20 мая. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова